А теперь к новостям спорта. В Славянском районе продолжается спартакиада физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. В этот раз команды поселений встретились на баскетбольной площадке. В дальнейшем спортсменов ждут соревнования по гандболу, шахматам и шашкам, плаванию, настольному теннису и стрельбе из пневматической винтовки и дартсу. Спартакиада продлится до конца года. Спартакиада физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в нашем районе стала уже традиционной. Проводится она под девизом «Живым и павшим посвящается», а значит все свои победы спортсмены посвящают ветеранам Великой Отечественной войны. Цель спартакиада не только отдать дань памяти и уважения солдатам победы, но и приобщить как можно больше людей к занятиям физкультурой и спортом. И это удается. Поселения района с удовольствием собирают свои команды и приезжают в районы-центр, чтобы посоревноваться. Я член команды Кировское сельское поселение. Мы каждый год принимаем участие во всех соревнованиях. Сейчас поехали на баскетбол. Команда у нас дружная. Звезд неба никогда, конечно, не хватает. Надеемся на удачную игру. Главное – получить удовольствие в этой игре. Это самое главное. Спорт – это жизнь. Без спорта никак. Жизнь продолжается, если ты еще бегаешь и ходишь. В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд. Они будут соревноваться в самых разных видах спорта. Начиная от волейбола, футбола, баскетбола и заканчивая плаванием, гандболом и дартсом. Всего 24 вида. Все команды любительские. Однако никаких послаблений при судействе соревнований им не будет. Судится все профессионально. Никаких подлажек, никакой команде. Все, что в правилах прописано, все судится. В каждой команде есть 2-3 человека, которые раньше занимались баскетболом. Кто-то до сих пор играет в баскетбол. Анастасиевская команда полностью вся собрана из игроков. Бараникорская тоже собрана из игроков, которые есть понятия о баскетболе. Поэтому мы и судим, как в профессиональном баскетболе. И то, что хорошо, что они собираются, это для них большой плюс, что поддержит физическую форму. В Спартакеаде победит команда, набравшая наибольшее количество побед во всех видах соревнований. Сейчас в лидерах Анастасиевское, Прибрежное и Городское поселение. Но к концу Спартакеады все может измениться. Неплохие шансы войти в тройку победителей у команды Забойского сельского поселения. По итогам соревнований по баскетболу они на пятой строчке турнирной таблицы. Мы выбрали игра хорошая. Были тяжелые моменты. Были неспортивные поведения. В общем, красиво победили. Рады, довольны. Спартакеада набирает обороты. Борьба за призовые места становится все интересней. Итоги соревнований подведут в конце года. Тогда и станет известно самое спортивное поселение района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».